Соответственно, в протяжении заседания правительства от 16-го по всем органам исполнительной власти были даны поручения и определены основные направления по реализации названия президента республики. Телевизор не будет. 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 сентября с размещением материала фонда общей площадью 540 квадратных метров по адресу Ленина 262. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по проведению и по основанию входной группы. Кроме работы, проведение работы по сути, социальные координаты, которые смогли в каждом роли в стилальном образе, также в городе в Стии, в Стии, в середине филиалции Ранхимус, и с 31 июня поступили к своей деятельности. Как я уже отметила, мы организуем взаимодействие специальных координаторов и филиалов фонда с органами медицинской власти. То есть у нас определение в вашем обращении всех обращений к органам власти, к государственным учреждам. Мы понимаем, что мы очень важны представления программы в отношении каждого участника специальной военной операции, которая обратится в филиал фонда. И очень важна представление программы в отношении каждого участника специальных координаторов, которые сейчас участвовали в течение каждого участника специального управления. Проблемы, какие есть, которые требуют решения. 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 Оказанием ящик, образованием местного самоправления, специальной военной операции и так далее. Затем мы провели от тех мероприятий, которые мы провели, и мы провели от тех мероприятий, которые мы провели от тех мероприятий, и до 1 июня, когда уже начали свою работу, безусловно, мы провели в республике, и мы 받али в комплексной для соответствующий у нас специальные паспорта, то есть база, с которой будет работа учительник истечества, она у нас, по сути, сформирована. У нас был утвержден приказом Министерства в алболитве взаимодействия с народом и, которые не хотели спр Coll side. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 в части социальной сферы, на котором остановился президент, это продолжение программы бесплатной газификации. Хочу отметить, что с начала реализации программы социальной газификации у нас принято более 1165 заявок и заключено 1147 договоров на тек присоединения газовым сетям. Из них исполнена граница семейного участка, 967 договоров и газифицировано 690 домовладений. В 2023 году планируется газифицировать 400 домовладений и до 2030 года более 4000 домовладений и социальных объектов в соответствии с поручением главы республики Калмыкия от 17 января текущего года. С учетом синхронизации выполнения программ социальной газификации и программ развития госнабжения на период до 2025 года и с плановыми показателями до 2030 года уровень газификации в республике достигнет 95%. Почему вопрос газификации и социальной газификации, как его называют, неразрывно связан с социальной сферой, поскольку с 2022 года осуществляется поддержка населения республики на компенсацию расходов, связанных с расходами граждан на дугасификацию в рамках того плана мероприятий, который утвержден государственной программой республики Калмыкия. Значит, у нас разработана полностью нормативно-правовая база. В конце прошлого года размер компенсации увеличен до 100 тысяч рублей на частичное размещение расходов на газификацию домовладений, которые могут получить ветераны воин, в том числе ветераны боевых действий, значит, члены семьи погибших ветеранов воин, дети войны, инвалиды семьи, имеющие детей инвалидов, реабилитированные лица, и многодетные семьи, а также малые мощи и граждане. То есть у нас достаточно широкая категория граждан, которая может воспользоваться этой мерой поддержки. Анатолий Васильевич, в текущем году у нас уже получили поддержку 41 человек, и, соответственно, эта работа будет продолжена. Значит, о поддержке детства и российских семей также президентом было озвучено о том, что детский бюджет в последние годы увеличился в разы. Мы также отмечаем, что в Республике Каллыки он увеличен в разы. И даже если сравнивать последние два финансовых года, это 2022-2021, то на поддержку, на социальную поддержку семей с детьми в 2021 году было направлено 2,4 миллиарда рублей, извините. Уже по итогу 2022 года это почти 4 миллиарда рублей. По оценке текущего года, с учетом тех средств, которые предусмотрены по линии Фонда социального страхования, будет направлено 4,9 миллиарда рублей. Значит, в рамках исполнения послания президента прошлого года на уровне Российской Федерации были приняты все нормативно-правильные акты, которые касаются предоставления единого пособия, которое охватывает все эти деньги от рождения до 18 лет. И, соответственно, несмотря на то, что поддержка осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования, значит, расходные обязательства и полномочия установлены на субъектовом уровне. То есть эта мера является региональной мерой поддержки. Единственный источник и, скажем так, оператор, который осуществляет эту выплату, на сегодняшний день является Социальный фонд России. Значит, меры поддержки у нас расширяются не только за счет федеральных направлений, о которых я уже сказала, это также и те меры поддержки, которые мы принимаем для поддержки депутатов Народного Урала. Так, в прошлом году мы предусмотрели компенсацию части стоимости обучения в образовательных организациях. По решению главы республики Калмунгия с 1 января предоставляет на территорию республики реализуется акция подарок новорожденному и уже 840 подарков с начала года у нас предоставлены семьям. Также продолжается программа государственной поддержки молодых семей в 2020-2023 году по данному направлению предусмотрено два вида субсидий. Это 30 миллионов рублей на обеспечение жильем молодых семей и на субсидирование части затрат на уплату процентов. Также в рамках этой программы предусмотрено 870 тысяч рублей. Анатолий Васильевич, учитывая, что вопрос реализации послания президента, он достаточно объемный и уложить его в доклад 15 минут, ну просто на самом деле не представляется возможным. Значит, я предлагаю, если у меня еще есть время остановиться тезисно на вопросах, которые были озвучены президентом в части патриотического воспитания граждан, части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития инвестиционной Давайте еще. Добрый день, пожалуйста. Значит, ну, то, о чем, как бы я уже начала говорить, это вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства и вопрос о новых источниках финансирования инвестиций, как это было озвучено в послании президента. Значит, сегодня Анатолий Васильевич уже, в принципе, в своем докладе охарактеризовал кратко ситуацию с созданием агропромышленного парка в Республике Калмыкия в 2023-2024 году планируется строительство. И нам, сэр Викторович, к сожалению, ушел. Мне хотелось бы дополнительно проинформировать о том, что на самом деле, значит, подбор земельного участка согласовывался в рамках общественных слушаний. Также проводились консультации с предпринимателями, которые осуществляют деятельность в сфере обрабатывающих производств и сельского хозяйства. Более того, рекомендации Минэка России, значит, нашей группой представителями Минэка Республики и Фонда развития был осуществлен выезд в Республику Алтай для рассмотрения именно вопросов аналогичного парка, который реализуется в рамках методических рекомендаций Минэка России. То есть, в принципе, проектно-сметная документация, она отрабатывалась с учетом замечаний Минэка и с учетом того опыта, который направлен в других субъектах. Как уже отметила Черстнежеевич, что на данное направление будут направлены субсидии в размере 500 миллионов рублей. Следующее – это развитие малого и среднего предпринимательства, также в рамках исполнения бюджета затрагивали эту тему. Я дополню о том, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» реализуются три проекта. И если говорить о том, что озвучил в президентском послании, это именно продолжение мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По направлениям в 2023 году по первому направлению акселерации субъекта малого и среднего предпринимательства будет направлено на 601 миллион рублей. На создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан. Это предоставление комплекса информационно-консультационных услуг предусмотрено более трех миллионов рублей. И создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса – 15 миллионов рублей. Кроме того, мы говорим о том, что поддержка начинающих предпринимателей у нас осуществляется в рамках социального контракта. То есть это мера поддержки, которая направлена на семьи, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума. И более 200 новых предпринимателей или самозанятых граждан у нас реализуются по нашей линии Центра социальной защиты ежегодно. Это если кратко. Следующий акцент, на котором, как я уже сказала, был сделан президентом о мероприятиях в рамках года педагога и наставника, а также патриотическом воспитании молодежи, поддержке молодежных инициатив. Отмечу, что в 2023 году у нас утвержден план основных мероприятий по проведению года педагога и наставника. 10 марта мы дали официальный старт к этому плану мероприятий. В текущем году запланированы научно-практические конференции, форумы, республиканские акции, мастер-классы и так далее. Проведены у нас день для школьного работника региональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы». Продолжаются мероприятия по поднятию государственных флагам к исполнению гимнов. Обучающиеся республики принимают участие в традиционном мероприятии и разговоре о важном. Руководители оконов исполнительной власти республики и их взаимодействия с колонским госуниверситетом обеспечат проведение открытых лекций студентам в форме частного министра. Предусмотрено в течение 2023 года. Хорошо. И, соответственно, также большой ряд мероприятий реализуется в рамках патриотического воспитания граждан. Российское движение детей и молодежи в 2022 году принят соответствующий закон. В этом году у нас зарегистрировано региональное отделение общероссийского общественного движения «Движение первых». И в 2023 году планируется открытие 70 первичных отделений. Читенность граждан, вовлеченных волонтерскую деятельность составляет более 20 тысяч человек. Я думаю, что основные направления, которых я хотела коснуться и обозначила, здесь присутствуют все мои коллеги, руководители органов исполнительной власти, мы готовы продемонтировать и ответить на вопросы. Спасибо. Ну, уважаемые коллеги, действительно, информация она очень объемная и присутствует представитель правительства, она с этим вопросом работает плотно. Проинформировали нас, давайте в форме вопросов, пожеланий. Я думаю, что это для пользы этого вопроса. Уважаемая Марина Петровна, хочу поблагодарить вас в первую очередь, что вы выступаете сегодня на площадке народного права с действительно сваженным документом, который имеет, в принципе, стратегическое значение в масштабах нашей России. И то, что сегодня вы представили подробный доклад, конечно, хотелось бы, Марина Петровна, поздравить вас с назначением на должность заместителя председателя правительства, по социальной политике, с учетом вашего опыта, понимая, что если, Марина Петровна, у вас есть желание консолидироваться и взаимодействовать с институтным корпусом, мы готовы к диалогу и разработке совместных инициатив. Что хочу сказать непосредственно по докладу. Информация интересная, Марина Петровна, основные тезисы послания президента вы учли, но хотелось бы видеть программный некий продукт. Может быть, это будет концепция на уровне правительства разработанная, либо программа региональная. Может быть, вы предварительно обсудите это на заседании правительства, в том числе депутатов народного хурала. Что касается тезисов, которые вы охватили, вы правильно отметили, что отчет Санжевич, в принципе, уже в параметрах рассматривая вопросы бюджетной политики осветил. Но не надо забывать, когда президент страны говорит о наращивании инвестиционной составляющей в условиях обеспечения продовольственной безопасности, республики. Республика Калмыкия как раз наша республика выглядит не совсем в лучшем цвете, и 150 аунсайдеров, которые не могут похвастать инвестиционной составляющей. То есть это возможность дальше что-то наработать и как-то комплексно и адресно поработать над этим. Что касается непосредственно и семьи, о чем сказал президент страны Владимир Путин, о том, что необходимо не только повышать гражданство страны, но и увеличивать реальную заработную плату. Вот в скорости отчет Санжевич об этом озвучил, но тем не менее, все проупрямо речь, текущая социально-экономическая ситуация в республике, я беру официальный социально-экономический срез. У нас получили что, к сожалению, на 1 марта рождаемость в республике составила 356 человек, что на 10,6% меньше в соответствующем периоде 2022 года. Цифра не впечатляющая, сразу скажу, потому что рождаемость это некий критерий обеспечения благополучия в республике. Есть моменты, над которыми необходимо работать, не только за счет того, что, скажем так, смотреть на национальные проекты, но и предусматривать региональные меры поддержки. Думаю, что Марина Петровна вот эта совместная работа над дополнительными параметрами и дополнительными мерами обеспечения стимулирования рождаемости на территории республики Камуде, помимо тех, которые мы озвучили, необходимо продолжить. Спасибо. Спасибо. Позвольте комментарий. Я сейчас, минутку, чтобы было понятно. Когда мы проезды сейчас слушаем, мы вопросы не задаем, мы пожелания высказываем. Поэтому комментарии возможны. Пожалуйста, комментария, потом дальше. Саглара Руссана немножко опоздала. Мы уже в начале своего доклада отметила, что послание президента было рассмотрено 16 марта на заседание правительства республики Калмыкия с участием Анатолия Васильевича, с участием Александра Викторовича, органов местного самоправления, территориальных, федеральных органов исполнительной власти. И поскольку основные тезисы и основные акценты, сделанные президентом, они в большей части пересекаются с теми национальными проектами и государственными программами, которые действуют на территории республики Калмыкия. Конечно же, нецелесообразно формировать отдельную программу, но есть перечень поручений правительства республики Калмыкия органам исполнительной власти, соответственно, в рамках которого мы работаем и осуществляем деятельность. Что касается мероприятий по повышению заработной платы, как вы правильно отметили, согласен Александр, безусловно, это для нас ключевой вопрос. В этом году у нас тут потребность на только доведение оплаты труда работников бюджетной сферы под действие минимального размера оплаты труда с учетом обозначенных параметров президентом Российской Федерации составляет 127 миллионов рублей, это то, что обеспечено бюджетом республики. По формированию параметров бюджета 2024 года, безусловно, это потребует дополнительных средств уже гораздо больше, это около 600 миллионов рублей, поскольку мы все с вами понимаем, что с 1 января 2024 года увеличение МРОД дополнительно до 19 тысяч рублей, то, что озвучено президентом, длина 18,5%. Поэтому, безусловно, повышение минимального размера оплаты труда потребует от нас принятие решений по повышению заработной платы работников бюджетной сферы в целом, и мы уверены в том, что в настоящее время правительством Российской Федерации будут проработаны меры по поддержке субъектов Российской Федерации на обеспечение повышения заработной платы. В честь рождаемости также по получению правительства Российской Федерации в настоящее время подготовлен план, который все субъекты должны утвердить до 15-го, то есть это именно не просто план, а это региональная программа повышения рождаемости и снижения смертности. До 15-го июля мы должны утвердить эту программу, в настоящее время она прошла заключение Минтруда Российской Федерации мы дорабатываем и установленные сроки представим, возможно, на самом деле, да, с обслуживания, да. Да, с обслуживания, да. Да, с обслуживания, да. Пожалуйста, я убрать, что вы? Светлана Промна, я как раз в курсе, что вы обсуждали в формате, я говорю дальше о том, что необходимо работать над программным продуктом, в части реализации послания президента. Я почему еще раз застрю на это внимание, ведь когда мы с вами констатируем, что есть федеральные безвозмирные поступления, не надо забывать, что президент, обращаясь в послание президента, говорил о том, что необходимо руководителем региона доработать региональные миры, конечно, вот о чем я говорю. О том, что финансовая обеспеченность региона сегодня не впечатляет и в районе 40%, мы это знаем. Но это не значит, что необходимо смотреть на то, что нам даст федеральный центр, спасибо, что дает, да, необходимо стимулировать региональными мерами на республиканском уровне. И еще Марина Петровна, я хотела бы в завершении своего выступления в том числе сказать о том, что сегодня президент же анонсировал не только строительство новых школ, но и реконструкцию, строительство детских садов. И огромные средства, миллиардов рублей, да, я сейчас боюсь ошибиться, сейчас надо поднять цифры, и средства, которые придут в регионы. Вот та проблема, которая волнует муниципалитеты, и в том числе и в городе-остров стоит эта проблема, о том, что есть некий импульс на то, на чем необходимо нам, как региональным представителям, да, власти, законодательным, исполнителям совместно отравовывать. Спасибо. Спасибо. По школам и детских садам действительно большая программа. Мы вчера как раз в связи с правительством обсуждали этот вопрос перед сессией. Там в развитии увеличится количество школ под капремон. Все, конечно, это должно быть наглядно видно. Спасибо за пожелание. Согласна. Пожалуйста. Мы, Петровна, у меня конкретный вопрос. Просто недавно ко мне обратились жители города юристы по поводу работы филиала «Защитники отечества». Там уже сформированы штаты. Очень много юридических коллизий возникает, особенно у участников СВО. Но, к сожалению, когда они обращаются в этот филиал, их отправляют в другие места. Есть ли там квалифицированные юристы? Оснащен ли этот филиал именно квалифицированными юристами, которые на месте могут оказать консультационную помощь? Потому что людей направляют вообще в другие места. Далия Сергеевна, спасибо большое за вопрос. Для меня это сигнал, потому что сотрудники филиала фонда «Защитники отечества» не должны отправлять ни в какие другие места, ни в каком. Учитывая, что филиал у нас работает сегодня всего 9-й день. Возможно, это было до открытия филиала, но если у вас есть контакты или конкретное обращение, я готова проработать его индивидуально. Что касается юристов в филиале фонда. На сегодняшний день структура фонда, учитывая, что он является федеральной структурой, она утверждена на федеральном уровне. Соответственно, есть заместители, условно исполнители, это даже не заместители, но руководитель филиала из числа депутатов, у него есть специалисты по всем направлениям, по здравоохранению, по социальному обслуживанию, по патриотическому воспитанию и так далее. Проблема по юридической службе филиала фонда, она была и поднималась на совещание, которое проводилось для всех председателей межредомственных комиссий. И, соответственно, в ближайшее время фонд говорит о том, что эта проблема будет решена. Но до решения этой проблемы филиал фонда, по моему поручению, уже заключил договор с юридическим юридором, и на сегодня эта проблема, до решения ее на федеральном уровне, будет решена таким образом. Кроме того, будет заключен договор с коллеги адвокатов, но эти специалисты должны будут подобрать и принимать заявителей именно филиал фонда. Поэтому давайте мы по темам решим, какой вопрос мы сделали. Можно будет назад перефон, да? Отработали. Да, да. Да, конечно. Потому что вопросы очень сложные. Одну минуту. Вы что-то не противополно, а то один отвечает, другой говорит. Одну минуту. Подождите. Вопрос требует уточнения. Еще. Вопрос требует... Я думаю, что мы в рабочем порядке. В рабочем. Очерсаживич, пожалуйста, два слова. Очерси Владимирович. Очерси Владимирович. Да уточните, пожалуйста. Да, хотел уточнить. Неделю с первой работы. Все, кто пришел в филиал, но в медицинскую учреждение отправили. С остальными, какая нужна была помощь юридическая, проговорили сразу. У нас есть пока еще на общественном счете юристы. И о том, что кто-то пришел, отправили, ушел. Я впервые слышу. Я хотел бы узнать конкретные фамилии. Конкретные фамилии. Почему? Потому что задача фонда, задача филиала, в любом случае, да, пришел человек или не успел каким-то причинам, на что с 12-13 зайдут в каждый месяц. Поэтому мне нужны конкретные фамилии. Почему? Потому что неделя работы. Я сразу хочу решаться, чтобы было понятно, как мы сидели на работе. И все еще на федеральном уровне не все приняты решение. Мы как раз-таки пользуемся случаем. Я призываю просто всех депутатов, общественность, при возникновении вопросов у членов, у членов семьи, у участников специальной военной операции, у ветеранов в этот действий, транслировать эти вопросы в рабочем порядке, в любом порядке, либо мне, либо Ачер Владимирович, потому что, безусловно, каждая задача требует отработки. И, Дарья Сергеевна, мы с вами отдельно эти вопросы обязательно проработаем. Спасибо. Спасибо, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемая Марина Петровна, хотел бы вас поблагодарить за такой просторный... Ачер Владимирович, послушайте. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Хотел бы вас поблагодарить за такое выступление, подростный отчет. И хотел бы в нашем постановлении, которое мы с вами сегодня будем принимать, уважаемые коллеги, я обращал внимание коллег из правительства, как же, почему, а не таковано здесь сегодня, акцентировать на этом принимание. Функт звучит именно так. Продолжить работу по разработке системных мер по поддержке предпринимательства, в части субъектов малого и среднего предпринимательства, включая снижение налоговой нагрузки. Системных мер здесь самое ключевое слово. Сегодня мы неоднократно на выступлении, первозаместить, как представлено, министр финансов, вы в своем выступлении, коллеги-депутаты, акцентировали внимание на тот эффект, который дали действительно меры снижения налоговой нагрузки. Сегодня мы уже понимаем, что эффект от этого есть. Также коллеги замечали, что до 29-го года налоговая нагрузка вырастет на 600% и вернется к 6%. И мы увидим тот отток, который сегодня мы, как говорим, и принимаем за благо. Так вот, я почему, опять же, акцентировал внимание на системных мерах. Системные меры заключаются в том, чтобы мы не только увеличили УСЕМ, но мы и снизили налоги по остальным другим видам, которые касаются предпринимателей. Прежде всего, налог на имущество физических лиц. Наша задача была, когда мы принимали эти меры, когда обсуждали, когда глава публиковал свое 112-е распоряжение главы Суферилия Калмытия, чтобы тех предпринимателей, которые мы привлекли на территории Суферилия Калмытия, они получили сервис, чтобы они понимали, что в Республике Калмытия созданы максимально комфортные условия для ведения бизнеса, и чтобы они здесь строили свои предприятия. И только тогда мы получим эффект от всех этих мер. Потому что сегодня у СНГ капли его не будет. Поэтому, если мы в комплексе подойдем к решению этих вопросов, тогда эффект будет ценно-ректический. Спасибо большое. Есть вы обратительное внимание? Еще? Нет. Пожалуйста, Николай Викторович. И будем завершать. У меня все вопросы. Первый. Погибшие во время СУОН в Украине и заключившие договора, контракты непосредственно с народной милицией на ДНР имеют ли право на получение одного и другого? Второй. Уроженцы республик, погибшие с УОН, но призывные с других территорий, тоже спросоняется на территории? Третье. Постановление правительственной республики перечислить на территории ДНР, НР, ДНР, ДМР, ДНР, ДНР, ДНР… А вот на территории Украины, все Украины. Там, где здесь просто написано, Украина, и все. А вот другие территории, как бы не указано. и последнее хотим узнать если говорить о погибших и ушедших на участие военной операции с других территорий это была проблема мы после откорректировали решение соответственно в случае если они являются уроженцами республики Калмыкия то они имеют право на получение мер поддержки заключившие контракты на территории ДНР и ЛНР нет и третий вопрос по укрепленному территорию нет только четырех территорий это сейчас я говорил о том что предусмотрено как нормативно-правых актов которые сейчас установлены то есть подобного обращения по факту у нас еще не было мы готовы отработать и отдельно вас проинформировать ну ну надо это не ну да потому что у нас есть же специальные спецназы и все остальное которые работают по всей крае здесь например лучше так один на территории а те ребята за что понял что погибли там получается неучитель мне кажется это неправильно подобных обращений вот мы с вами отрабатывали помните несколько заявлений когда мы пришли так скажем и глава поделила в этом отношении мы сделали но вот сейчас вот я просто смотрю в документе как бы я не увидел поэтому я задала вопрос соответствующих обращений не было то есть мы стараемся максимально корректировать нормативно-правовую базу под запросы которые мы получаем да поэтому каждое обращение мы рассматриваем индивидуально и максимально пытаемся учесть все недочеты которые были и то же самое как подсуществляется на федеральном уровне и на уровне всех субъектов вот в настоящее время внесены изменения в закон федеральные ветераны когда участники ЧВК да о которых тоже говорили то есть их приравняли к ветеранам это действие соответственно сейчас как только мы дождемся драмативных актов которые будут приняты на уровне российской федерации подзаконных то соответственно проработаем вопрос внесения изменений также в наши региональные а за поддержки семей выплаты они складываются это единое пособие это и те кто продолжили получать выплаты до 3 лет выплаты от 3 до 7 в течение 3 лет переходный период это 50 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума на ребенка то есть у нас это 13 тысяч рублей соответственно 50 75 или 100 процентов от этой суммы все зависит от доходов семьи и осуществляется расчетным путем урегулированным нормативно правовыми актами то есть детских пособий у нас в республике нет мы поддержку получаем из федерального бюджета и все так почему это все все эти расходные обязательства они являются расходными обязательствами бюджетных субъектов российской федерации то есть на когда и все предоставляются на условиях софинансирования мы также как и все 88 субъектов кроме москвы получаем поддержку из федерального центра именно на вот эту единую выстроенную целостную систему поддержки семей и детьми если говорить о наших региональных мерах то соответственно это небольшая выплата те маленькие детские пособия это не поддержки многодетных семей это и я хочу спросить наши наши 264 рубля ну то есть эта сумма не менялась но в настоящее время есть поручение правительства российской федерации значит регулировать вопрос практически всем субъектам то есть если получать поддержки региональные поэтому по сути одно и то же назначение ближайшее время в течение этого года до на всем прочее в течение года мы получим от вас документ которым вы на законодательном уровне на какие же постановления правительства будете детские послуги будем увеличивать будем увеличивать категории которые не являют я считаю что 13000 рублей это достаточно внушительная поддержка на одного ребенка спасибо 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 уважаемые коллеги завершая можно можно сейчас стараются жить на едином способе вот если чекеринке 5 катерки 13000 65 тысяч не получают и они все не показывают и очень сложно сейчас работать и никого если хотят идти работать то идти как все же флагом идти работать и поэтому это мы где-то может и нарушаем тоже надо как-то нам может менять это все чтобы как-то люди чтобы более работали и не получали пособие чтобы это вот так нужно а то они оба не работают муж и женой и 15000 и зашлое сделать молодые семьи и никуда не не они говорят зачем будут у него сработать потому что мы меньше получим чем пособие по условиям требования и положения они установлены на федеральном уровне являются едиными к применению на всей территории Российской Федерации понятно что это только первый год реализации этого единого пособия но при этом пособие 37 которая предоставлялась на этих же условиях мы работаем с 2020 года безусловно нормативные акты которые касаются поддержки семей с детьми они корректируются упрочиняются и возможно в ближайшей перспективе они в любом случае будут доработаны на сегодня принять решение об изменении подходов на субъектовом уровне у нас таких полномочий нет хорошо тревожно но это так ну вычисли ну заявление на юру паровой там да нет хорошо тема озвучена ваше дело произвещается пусть получили и предложили уважаемые коллеги проект постановления у вас на руках мы в смысле проект постановления да да я в нашу сказать есть предложение а пожалуйста тем не менее те акценты с учетом того что коллеги высказались хотелось бы не принять к сведению информацию правительства все-таки правительство республики поработать над программными мероприятиями именно регионального уровня второй момент заострить внимание на нацпроекте демография да в части от этого необходимо работать над дополнительными мерами и дополнительными региональными мерами и третий момент наше предложение все-таки сделать такой ежегодный практику именно заслушивание послания президента потому что это важно важно не только слышать в москве будучи депутатами государственной думы сенаторами смотреть неофициально не только на официальных сайтах да но иметь возможность вот в залах заседаний депутатскому корпусу в том числе субъектового уровня понимать на чем необходимо работать совместно с правительством региона спасибо вот правильно принять сведению и разработать системные мероприятия по реализации и вот вторая позиция тоже ее можно сейчас внести в проект чтобы мы с учетом его принятия добавили и так сказать выпустили для работы если больше нет замечаний уважаемые коллеги прошу подготовиться голосовать идет включается решить голосование идет голосование выполнение замечаний да ну с учетом от предложений да поправить проект сегодня надо его быстренько поправить домой его подписать и ваше предложение уважаемые коллеги все присутствующие проголосовали спасибо Марина Петровна вам спасибо правительству вместе с министрами которые работали вместе с вами давайте дальше продолжать наращивать работу в этом направлении это от этого будет только польза уважаемые коллеги аппарат правительства вывод те предложения сегеев начался варисан их надо позитивные их надо подписать и их ваше уважаемые коллеги как нам по перечине нужно работать перерыва 2 придется давайте рассмотрите если есть вопросы принципиальные давайте их вопросом есть вопросы по 13 есть вопросы есть есть значит заслушаем тогда рассматривается закон проектирования за военна мировых депутатов приглашён моча рассмотрение закон республики о унесении изменения закона республики проекулируемых республик данные Продолжение следует... Так, в Федеральном законе номер 237 ФЗ о государственной катастрофе оценке установлены эти требования. Дополнительно принято и внесено изменение в положение о министерстве, добавленное в пункт обязанность проведения государственной катастрофе оценки объектов недвижимости, расположенного на территории Республики Камыки, в порядке установленного Федерального законодательства. По поводу внесения изменений в пункт 15 слова пункт 2 статьи 72 и пункт 5 статьи 87 ЗМК исключить, так как является проведение соответствия также с нормой Федерального законодательства. В Федеральном законодательстве, а именно ЗМК, были внесены изменения в части изменения пункта 2 статьи 72 по поводу муниципальной земной контроли и пункт 5 статьи 87 по земной промышленности. В принципе, у меня все по законодательству. Вот три вопроса. Пожалуйста. Мерген Анатольевич, добрый день. Помнится вот это постановление по повышению аренды, вот еще Патер Сергеевич тоже вопрос поднимал по данному вопросу, да? С такой помпой заявлялось, что такое прям хорошее сделали и будут возвращены участки. Оно в итоге как? Отменено, я так понимаю? Данное постановление 16 февраля Верховным судом признано недействительным, в части, да. И 11 апреля в апелляционной станции решение Верховного суда закреплено. Но в Министерство по земельным и имущественным отношения готовится кассационная жалоба дальше на изменения. Какие плюсы послужили? С периода, с 1 июля прошлого года, по настоящее время, порядка 400 переуступок прошло через регистрацию. То есть, есть показатель того, что люди, которые держали земельные участки и платят по 0,3%, стали передавать земельные участки тем, которые реально хотят построиться. То есть, плюс еще хочу рассказать про аукционы, которые проводились. Можно я сейчас дальше, я вот сначала по вопросу не ответьте, да? В общем, оно в части отменено и, скорее всего, будет отменено полностью. Просто данный вопрос мы тогда поднимали, да? Вы здесь, ну и министр земельных и имущественных отношений заявляли, что это как вообще что-то хорошее. В итоге мы тогда говорили, что, во-первых, необоснованно. Анатолий Алексеевич, я тоже слегка поясню. Дело в том, что в суде они даже не смогли, представители министров земельных и имущественных отношений, дать основательное обоснование, за счет чего они, ну, из какого расчета они подняли на 1000% в определенных случаях арендную плату. То есть, они даже не с подготовленным документом выходили. Тем самым они подставили и правительство республики, да, то, что как бы выходило. И мы об этом здесь обсуждали. В итоге, сейчас вот о чем вы как раз таки, Мерген Анатольевич, говорите, да, во-первых, будет ли произведен возврат уплаченных тех повышенных арендных плат со стороны наших жителей, на которых вы толкнули. Во-вторых, вы тогда вот как раз таки и заявляли здесь представители СМИЗЕ, мы говорили, что вот, уже много там вернули. И мы тогда говорили, как что произойдет. Вы сначала заберете эти земельные участки у людей, вынудите их вернуть, эти земельные участки. А потом отдадите их там в другие руки, да, и уже потом снова возьмете это постановление, отмените, да, и они в новых руках уже получатся по дешевой цене. То же самое сейчас вот это и произошло. И вы сейчас вот это еще и подтверждаете, говорите, что вот, много людей. Я считаю, где-то это даже преступная, честно говоря, манипуляция, да, тем более это касается все-таки жителей нашей республики. И я считаю вообще, ну, здесь в данном случае это как минимум должны быть найти, быть виновны и наказаны за это. Потому что, по сути, получается, у людей позабирали, вынудили их вернуть эти земельные участки и передали уже в другие руки. И аналогично, соответственно, по уплаченным арендным платам, по повышенным. Каким образом? Вот вы сейчас будете всю эту ситуацию разруливать. Анатолий Васильевич, это как раз-таки все касаемо. Здесь вот прям скаженный вопрос по земельным отношениям. Да, да, да. А дальше все, вот идем по повышенным. Расторжение, именно как вы говорите, что забрали людей, это деньги, людей. Вынудили. Факты переуступок, переуступки, то есть передача прав и обязанностей по договору о рене третьим лицам. То есть, реально, получается, человек, который не собирался строиться, переуступил земельное участок тем людям, которые хотят строиться. Это без участия в министерстве происходит. Это возле изъявления граждан между своими, как простая гражданская сделка, регистрируется в Росрегистре. Это по поводу переуступок и то, что вы сказали, что от жаля земельные участки на заслуги людей. По поводу... Я говорил, это вы заявляли здесь до этого. Можно я дальше скажу? По поводу возврата арены платы. Решение суда вступило в силу с 11 апреля, с момента покрепления в операционной инстанции. С 11 апреля будет изменена размер арены платы по 0,3%. То есть, если касаемо жильц. По остальным уже в соответствии с порядком. Возврат будет какой-то граждан, которые уплатили по повышенным? С 1 июля по 11 апреля постановление не отменено с начала издания. Поставление отменено с 11 апреля, я снова вам говорю. То есть, граждане должны будут подавать в суд, и через суд каждый должен заниматься вот этой лишней работой, которую вы создали для людей. Мы читаем, пожалуйста, Наталья Сергеевна, это так. Значит, вот у меня когда-то по проверку закона в вопросе. Наталья Сергеевна, не слышно? Не слышно, Наталья. Вы ссылаетесь на статью 15 федерального закона, да? Вот смотрите. Насколько я помню, на моей памяти результаты кадастровой оценки подписывал господин Зотов, председатель правительства. Потом подписывал, вот помню, Зайцев отказался сам подписывать. Кто подписывал? Вице-пример? В Рио. В Рио кто-то? Ну, насколько я помню, почему Зайцев отказался, потому что я до этого с ним встречалась, и, в принципе, требовала, чтобы результаты кадастровой стоимости. Сейчас вы вносите изменения, и что у нас будет специальный уполномоченный орган, да? Который пишет кадастровые оценки. Почему председатель может подписываться? Противоречие федеральному закону. Зачем нам эти изменения? Противоречие к федеральному закону. ... Продолжение следует... Вы не поняли, что это государственное учреждение. Вы не поняли, что государственное учреждение. Вы не поняли, что государственное учреждение. Вы не поняли, что государственное учреждение. там нет целевого использования земельных земельных очень некрасиво это в рамках в рамках земельных в рамках федеральной власти которые взаимодействуют нарушение нарушение наше время штрафов то есть что не трогали не то что не то что распакали водокраммозом берег озера а это статья нам нужно стать в федерации никто наказание и так далее то есть поэтому и это это полномочия федеральных органов власти спасибо и 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 но и 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 по 3000 рублей аренды, вы ее задрабатываете, перепродаваете. Вы же понимаете, что продаваете. Когда вы купите 50 тысяч участков, и продаваете свою... ...драбатываете до 50 тысяч. Вам нужно продать участок и этому радуетесь? Это первый вопрос. Второй вопрос, как говорится, проект «Кадастровой стоимости» Вот сейчас Сергей Александрович говорил, потому что мы помогаем бизнесу, предпринимателю. А почему вы предпринимаете? Такой вопрос. А теперь, когда стоимость государства стала 21 миллиметр. Соответственно, если все не согласились, потому что реакция проекта 6-7 миллиметров. ...потево выигрывает 2-й миллиметр. ...вы не ленитесь, находитесь деньги, по 50 тысяч платите... ...и доказать свою плоту, заплатить бюджетные деньги. А вот эту экспертизу... ...и в бюджетных денег, которых нет... Для того, чтобы сказать, что нет, у тебя запорожье, то ты, пожалуйста, платишь в бизнесе. Чтобы вы вообще понимаете. Какой помогаем бизнесу, а другой забираем? Почему мы добиваемся? За 20 миллионов гель, ну, реально, если 20 миллионов гель купите, я вам правду, я могу говорить, что ставим. Это понятно. Почему вы не знаете платить людей больше, чем тонн людей? Без эмоций, лаконично. О, как вам понимаете, кого-либо. В принципе, алина плата, люди подходят, обращаются, объясняют им, что 0,3 натозим, и люди понимают, и они выходят от ответа. В плане того, что много поступок прошло, я считаю, что это большая часть семей, вот те, которые когда-то в Азиатуре раньше не было, не было в Азиатуре, сейчас же, вы не дали мне сказать, обращение того, что проводились в министерстве, в министерстве, что арены на земле, но сейчас-таки ИЖС варьируется от 70 тысяч. В Азиатуре было установлено в 310 тысяч, в годовой аренплаты за то есть высших даже кадастрой стоимости. 22% от кадастрой стоимости. Немало у нас прошло 6 тысяч, 20 тысяч подняли 2 миллиона, и договор заключен. Эти все средства идут в Калмыкии. Мы нацелены на то, чтобы проводить чисто открытые обороны и информируем население для того, чтобы для участия. Смотрите на город. Город, он получается нигде, не застроенных участков моря. То есть я понимаю, что в связи с предпутками пойдет застройка, и налог на имущество, и в объекте, и в объекте, и в объекте. По поводу второго вопроса, какой был... Кадастрой стоимости. Кадастрой стоимости. Каждый индивидуальный, я думаю, что идти по... Правда еще не сложилось. Мы хотим на работу с правчиком посмотреть, кто есть. Кадастрой стоимости от штата оценки, есть и в бюджетном университете. У нас тоже нет оснований. И в любом случае, это определится, что в действительности правильно рассчитано. Но экспертиза не всегда в пользу заявителя. То есть, как получается, кто платит, тот и устанавливает. И получается, мы хотим сделать экспортизу всех... оценочную экспортизу этим оцентом, который заходит в суд заявителей. Хорошо. Батр Осするся. Уважаемый дерьмитель. Нет, нет, нет. У меня тоже. Подожди, подождите, подождите. Антолиночку. Все, все. Я вовек, я прекращаю. Все, Ост mij. Нет, нет, подождите. Антолий Алексеевич. Давайте тоже. Вы задали просто ответить. Нет, нет. Нет, подождите, Антолий Алексеевич. Смотрите, вы сейчас говорите, что... Вы же прекрасно. Почему тогда не договариваете, что те аукционы, которые вы... о которых вы говорите, что это... Вы же понимаете, кто эти люди, которые участвуют в аукционах. Это не простые люди, которые просто хотят. И вы же прекрасно понимаете, что 2,5 миллиона, вы говорите, мы разыграли аукцион за 2,5. Как вы думаете, через сколько вы выкупят этот участок? Я вам даже к Ванге не обращаюсь, скажу через месяц. Потому что его за 3 недели построят и через месяц 2 его выкупят. Никто вам не будет платить 2,5 миллиона за год. И вы прекрасно это знаете. Зачем вы выкупаете? Это первое. Второе. По поводу экспертизы. Вы говорите, кто заказывает, тот ее и танцует. Это независимо от первых экспертизах. Понимаете? Вы сами себя сейчас выкупаете и когда говорите, кто заказывает, тот ее и танцует, эту экспертизу. Нет, вы заказали и проиграли. И вас этого не удовлетворило, вы продолжаете дальше тратить бюджетные деньги на новую экспертизу. Новую экспертизу не были заявлены, во-первых. Вы вообще давно так вместе встречались? Не рады. Вот хорошо. Видите как тут? По поводу... Открывайте карты. По поводу... Как ты там... У этого заключенного договора. Уже, если что, прошло третий месяц идет. Размеры лиценоплаты месячные 250 тысяч. Если поделить 2800 на 12 месяцев, то есть доход бюджета идет. И после этого, если его право, это договор аренды не является препятствием к выкупу земельного участка. То есть после ввода в эксплуатацию, человек может за месяц построиться, где-то его право, и выкупить земельный участок. Все, бюджет в городе. Нет, Анатолий Алексеевич, у меня выступление. У меня уже выступление. Мы давно этот вопрос попробовать отрегулировать. Мы же его все равно на ходу не отрегулируем. На информационном воспринятии. Ну, пожалуйста. Да, у меня выступление уже. Но, во-первых, честно говоря, то, что я сейчас услышал из Усминистра, полнейшая чушь. Да, вот честно говоря, потому что обоснованно говорю. Во-первых, в прошлые разы, когда я здесь рассматривался этот вопрос, они выставляли доводами этого постановления одни, как бы, да, плюсы. Сейчас, соответственно, совсем уже другие, когда их уже два раза суд, грубо говоря, им сказал, что вы, ребята, вообще не соображаетесь, с чем вы вообще выходили, если вы даже не можете обосновать здесь. Плюс сейчас доводится довод для того, что жители довольны выходят. Как довольны? Я что-то не видел в соцсетях ни одного довольного отзыва в сторону Минзема, то, что вы сказали, вот какой молодец. Зато я видел целую кучу недовольств граждан, и мы об этом говорили. Об этом говорил Батар Сергеевич, что к нему лично приходили. Где эти довольные граждане? Я что-то не видел. В соцсетях одни недовольные граждане. И вы тут выдаёте, грубо говоря, своё желаемое за действительное. Банально вы вот говорите там за, пожалуйста, аукционы, там ещё что-то, да. Вот я приведу конкретный проект по Пандапарку, да. Также, соответственно, был социально значимый объект. Минзем через аукцион продал, да. Сейчас Минзем сам выступает, тут маразм того, что Минзем сам выступает, что надо отобрать этот земельный участок, проданный именно по аукциону. Поймите. Где гарантия то, что вы потом завтра будете говорить по-другому? И в этом плане, вот у меня сейчас даже обращение больше к правительству, да, потому что в первую очередь именно Минзем выходил инициатором по данному постановлению, да, и явно они доказывали здесь все. Я считаю то, что правительство должно найти именно непосредственно виноватых, потому что даже вот сейчас вот в ответы на то, что кто будет нести эти затраты, граждане будут ходить через суды, отсуживать обратно свою арендную плату, да, они говорят, ну да, граждане будут. Я считаю, за это должны понести именно исполнители, именно в Министерстве земельного и имущественного отношения наказания, потому что, во-первых, тем самым они вызывают недовольство граждан к недоверию, к власти, да, потому что непонятно, сегодня так сказали, завтра оказывается не так, и какие-то свои плюсы, то с этой, то с этой стороны ищут, и непонятно, даже обосновать никому не могут. Поэтому у меня вот вот такое, как бы, выступление и обращение к правительству, да, это справедливо будет, это будет справедливо и правильно, потому что такие, получается, специалисты на руководческих должностях продолжают работать в таком значимом министерстве. Ну хорошо, сейчас новый министр, он тоже разбирается, я думаю, он учтет и те замечания, которые мы сказали сейчас. В принципе, он пришел с района, он понимает, вот, правила игры с землей в районах, понимает, вот, те отношения, которые имеют последствия. Поэтому будем надеяться, что Мерген Анатольевич, выступая первый раз, встречаясь первый раз с нами, вообще, мы сейчас, мы не было за за проект, я вас, уважаемые коллеги, прошу, сейчас и в будущем, ну давайте с министрами общаться. Значит, вот я сейчас, к любому могу спросить, кто смерть Ген Анатольевичем, поэтому живой припещущему, вот, кто-то общался, он работает месячки, значит, кто общался с ним, кто. Вот, понятно, здесь высказывания все правильные, они, не знаю, и два последних опыта человека, он знает вот, стему, и мы тут не последние, не первый день работаем, значит, ну а так, вообще-то, вот, давайте, ну, совет такой, многие депутаты выступают вместе, давайте вместе. Да, вот тут, грань провести, кто труднее, слово теперь уже попусту, только попусту, вот, ничего нет. Значит, время прошло, люди задействованы, много людей, только в суд. Поэтому, уважаемые коллеги, проект поставили на руках, пожалуйста, Валерий Николаевич. Продолжение следует... 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 еще депутат павелинского городского собрания ничего не делается для того чтобы привести наши и живые дома и здания на которых эти надписи появляются постоянно вот на меня Ленина где мы работаем там мы каждый год пишем на ее девшину и там закрашивать что-то но мы ей сама должна это делать и как-то контролировать некрасиво когда в центре города здание ну давайте так вот это же инициатива депутатов это же инициатива депутатов как раз и связана вот с тем чтобы какой-то заслон поставить и право принять оправдик помогает это сделать депутат не может обретить даже на сумму штрафа собранных в прошлом году по этой статье он должен хотя бы разбираться ну хорошо ну давайте в угол не гнать докладчика давайте мы по проекту имеет право но есть вопросы которые по сути а есть вопросы значит пожалуйста уважаемые коллеги спасибо пожалуйста уважаемый Максим Александрович мы вас в первый раз видим на площадке народного права у меня уточняющий вопрос скажите пожалуйста вы отметили в своем выступлении что сегодняшняя инициатива как бы да в том числе инициирована представительной прокуратурой и я так понимаю административных комиссий а вообще обращение граждан поступали в Алистинское городское собрание по этим несостыковкам которые сегодня вы вносите законодательную инициативу какое количество если есть информация спасибо по моим данным еще обращение не было напряжение грамм правила благоустройства вот недавно приняли и сразу решили привести соответственно спасибо есть еще нет решение комитета пожалуйста решение комитета рекомендовать народного права республики в Калмыкии принять данный законопроект с учетом следующего статью 2 законопроекта изложить в следующей редакции настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования решение комитета озвучено реплики нет включаем режим голосования идет ну большинство достигло решения принято спасибо уважаемые депутаты спасибо Максим Александрович я думаю все таки это для пользы дела насколько я находился с документом позволит им более активно работать сегодня над этой темой плохо работаю в городе это правда поэтому дай бог чтобы эти изменения помогли им четче работать мы только за мы только за да 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 рассматривается проект закона республики обнесение изменений статью 2 закона республики по порядке назначения представителей общественности квалификационного коллеги Суми уважаемые коллеги по проекту по проекту уважаемые коллеги если нет возражений прошу решение комитета решение комитета внести рекомендовать народу право республики принять данный законопроект уважаемые коллеги решение комитета озвучено прошу подготовиться к голосованию прижиму ничего спасибо спасибо уважаемые коллеги мы продолжаем дальше работать в том что вы ознакомлены с этим документом я смотрю практически все в теме документов которые мы рассматриваем в течение сегодняшнего дня это приятно мне как председатель сегодня рассматривается проект закона республики обнесение изменений в закон республики о некоторых вопросах правового регулирования я пропустил 16 я предвесту значит рассматривается рассматривается проект закона республики внести некоторые законодательные акты вносится комитетом народного хурала по вопросам законодательства законности государственного устройства и местностей по проекту нет возражений уважаемые решение комитета решение комитета внести рекомендовать народному праву республики омеке принять данные законодательства и голосование идет голосование спасибо уважаемые коллеги решение принято мы продолжаем нашу работу 17 вопрос внести изменений в закон республики о некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы республики здесь еще с федеральным законом связано но и с комитетом народного хурала по вопросам законодательства по проекту уважаемые коллеги вы посмотрели кто комитетом это в основном связан с федеральным законодательством значит подготовились к голосованию а а решение решение внести рекомендовать народному праву республики омеке принять данный законопроект принять данный законопроект решение озвучено не возникло противоречий нет прошу готовиться голосов уважаемые коллеги решение достигнуто решение принято мы продолжаем нашу работу вопрос номер восемнадцать проект закона республики обнесение изменений в отдельные законодательные акты республики которые относятся комитетом по образованию здравоохранения культуры и молодежи какое предложение по проекту нет возражений Ван Махачевич прошу о ваших решениях коллеги по проекту решения решения комитета рассмотрел и власти рекомендуют праву принять данный законопроект уважаемые коллеги прошу подготовиться голосованию если нет спасибо уважаемые коллеги решение принято проголосовали все присутствующие и мы продолжаем дальше работать вопрос здесь и от нас о внесении министерства закона республики об образовании вносится комитетом по образованию здравоохранения культуры и молодежной политики докладывает председатель комитета по проекту предложения не будем отражать нет Ван Махачевич пожалуйста уважаемые коллеги комитет решил внести отнимать народную хураву парламенту в день данный законопроект решение комитета озвучено просит поддержать давайте определимся голосованием по проекту идет голосование по проекту с федеральным законом Михаил Михайлович решение комитета внести рекомендовать народному праву республики калмыкия принять проект закона о внесении изменения в закон РК государственной гражданской службы республики калмыкия решение озвучено и не озвучено противоречий если нет я прошу подготовиться голосование спасибо уважаемые коллеги решение принято мы продолжаем нашу работу и рассматриваться следующий вопрос в основе в народном курале обнести непосредственно в федеральном собрании проекта федерального закона обнести изменения соответствующие статьи налогового кодекса с комитетом по бюджету экономической политике и собственности по проекту отработан проект мы с ним на ЮПА съездили нас поддержали и думаю что это будет полезно дай бог чтобы его поддержали на федеральном уровне решение комитета пожалуйста комитет народного права парламента республики по бюджету по бюджету и собственности рассмотрел проект постановления народного права парламента республики о внесении государства думов федеральных законов о внесении изменений статью 333 36 часть 2 налогового кодекса российской федерации решим нести и рекомендовать народного права парламента проект спасибо не возникла по теории нет прошу подготовиться голосование идет голосование спасибо уважаемые коллеги решение принято мы продолжаем нашу работу вопрос номер 22 постановление народного права об обращении народного права парламента республики министр труда и социальной защиты российской федерации котякова по вопросу сохранения социальной доплаты в пенсии заработающими детьми с инвалидностью и детьми получившие пенсию в потере комитета независимы способом их трудоустройства вносится нашим комитетом было предложение правительства мы ее поддержали и какое предложение по проекту пожалуйста комитет решил внести народного права парламента принять так и постановление уважаемые коллеги решение комитета озвучено прошу подготовиться и вопрос спасибо уважаемые коллеги рассматривается двадцать третий вопрос повестки дня проект постановления народного курала внесение в регламент народного курала вносится мандатной комиссии пожалуйста украинской мандатной комиссии украинской мандатной комиссии право правопарламент республики от 2 марта 2023 года от номера 271 4 а выбор депутата народного права парламент республики в так же цели конструкционного совершенства в связи с сведениями смешанной избирательной системы на выбор депутата народного права вводим необходимость правового регулирования деятельности депутатов избранных по одномандатному избирательному округу согласно части 2 стати 16 генерального закона от 21 декабря 2021 года под номером 414 от общих принципов организации публичного власти субъекта депутатам избранных по одномандатному избирательному округу а также депутатам избранных составит список кандидатов политических плат действия предоставлено право образовать депутатские объединения не являющиеся фракцией соответственно свыше указанных норм федеральный закон необходимо нести изменения в регламент народного права в части предоставления таких депутатов возможность создания депутатских объединений не являющих фракциями на следующем проекте такие объединения предлагают депутатскими группами правовое положение фракции не изменилось и фракция в Екатеринбурге обладает равными правами. Позвучим, уважаемые коллеги, с связи с тем, что ранее у нас было все по партийным спискам, фракции формировались соответственно, а теперь изменяется реферационное составляющие, изменяется список. Нет возражений? Вопрос можно, Анатолий Васильевич? Можно. Смотрите, вот у одномандатников я ни в коем случае не за себя переживаю, просто вам не сказали, в других регионах у одномандатников, они же не партийная составляющая, и им на возмещение их затрат, на то, чтобы они более эффективно работали, они же никем по сути не поддержаны, и мне же не обязательно какие-то партийные могут быть самовыдвиженцы. У них отдельное как-то идет возмещение затрат, какая-то более большая сумма, потому что мне вот сказали, в других регионах, ну такие прям серьезные суммы. Ну да, ну я не знаю, ну то есть у нас... Ну то есть мы как в бюджете это тоже предусматриваем? Нет, у нас, видите, законодатель, когда не было закреплено, мы его не проработали. Фракция есть, мы с фракциями работаем. Как с фракцией? Будут руками, будем работать за руками. Да, конечно. Не было у нас закреплено. Еще вопросы? Нет, идет режим классования. Так что, да, мандатчики сами за себя. Да. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы движемся дальше. в проект постановления Ордома Урала об отзывах на проекты федеральных законов. Это два черта вопроса. Мы вносим сопредседателям. Ну мы отработали с комитетом. Все понимаем. Ничего не отлипение, ни одну партию не отведение, ничего. Значит, все разумно. Идем вперед. Уважаемые коллеги, если нет положения по проекту, то кто-то из порядка, да? Да. Комбец. Кто-то один не участвовал в голосовании. Не явно. Да. Четыре голоса. Уважаемые коллеги, спасибо. Позвольте принято. И теперь мы договорились. Так, повестка разная. Значит, есть вопросы, очень лаконично, пока члены правительства здесь мы, чтобы что-то могли уточнить, как-то не перепротизируя дальше вопросы. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Смотрите, у меня там, что-то. Два слова. Значит, вот я хотел сказать о следующем. Николай Киск, когда выступал, говорил о шерсти и сельском хозяйстве. Там чуть-чуть ситуация другая, поэтому я хотел, чтобы мы их все понимали. На самом деле шерсть тонкая у нас есть, но на нее нет цены. Оттуда все обиды идут. Ситуация, которая сейчас сложилась, такова, что в целом по России мериносовая шерсть, она покоится, вывозится за границу, там моется, обрабатывается, поступает к нам в виде токса. И поэтому вся добавленная стоимость остается там. Переработчики, это легкая текстильная промышленность, они назначают одну цену, а те, которые купили у нас и хотят продать, она цена не стыкуется. Очень много мериносовой шерсти сейчас в виде мытого молокня находится в Беларуси. В том числе шерсть 1 мая, 100 сарпы, но мы не напрямую сдаем, а через своих производителей, вернее покупателей. Они говорят так, что для того, чтобы покрыть свои затраты, мыть ее, нам надо продать килограмм вашей шерсти чистого молокня за 400 рублей. Покупатели предлагают 350 рублей, прямой убыток 50 рублей. Поэтому мы не можем пойти на это, мы ждем, когда цена поменяется. Как вы выходитесь в положении? Мы покупаем низшие сорта шерсти, грубую, цветную, мешаем с вашей. На самом деле, по ряду наших хозяйств в мериносе шерсть очень высокого качества, она ниже по шерстному молокну, ниже 20 микрон, это практически она близка к австралийской. Но поскольку цены нет, ситуация такая. Поэтому шерсть есть, но цены нет. Значит, в середине апреля этот вопрос был вынесен на стане Совета Федерации по патронажам Валентины Ивановны Матвиенко. Комитет по агропродовольственной политике рассматривал этот вопрос. Представительством сенатора Ингушеки, по-моему, Харчием, создана рабочая группа, которую возглавляет, ну, скажем, представитель или основатель компании «Колденкул» Кузаном Сергея Александровича, поэтому мы достаточно хорошо информированы об этой ситуации. И есть надежда, что этот вопрос может быть сдвинут. Но надежды наши сейчас немножко стали призрачными, потому что сейчас выставка, которая прошла в Дагестане, там два дня шли дискуссии с участием заместителя министра и Россия, а также председателя правительства, ну, упирается все, что те, кто у нас покупает шельс, хотят по одной цене продать, а переработчики хотят по другой. Поэтому вопрос остается открытым. Насколько я понимаю, был определен срок три месяца, середина апреля, он истекает в середину июля, и где-то в середине июля этот вопрос должны вынести снова. Занимается этим напрямую сенатор от Тувы. И вот сейчас состоится в ближайшие дни вторая часть этой всероссийской выставки, которая обычно происходит за Байкалем. Может быть, там какой-то вопрос будет. А вот что я хотел сказать по шерсти. И второе, ну, что касается вообще сельскохозяйства, ну, я считаю, что не парализируясь, не кладывать нищим, хочу сказать, кладывать надо, потому что они окупаются, оно, может быть, так и не видно, но если не укладывать, то многие крестьянские, фермерские хозяйства частные, которые имеют доступ к грантам, они, скорее всего, распадутся. Это одно. И второе, тенденция по шерсти такова, что сейчас, ну, есть понятие, как народная селекция. Люди ищут где лучше, поэтому акцент сделан на мясо. Цена на мясо растет, поэтому владельцы частных предприятий, как КФХ и так частники, они огрубляют шерсть, применяют производителей мясных качеств, поэтому мереносовая шерсть, она уже их не интересует, они подсидевируют. Но когда-нибудь наступит момент, когда востребована будет мереносовая шерсть, вот такой группы, anticipating такую злость. Как вам подб visionary д tech? а в арог blockchain, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...